берем кукурузные палочки измельчаем их в блендере кукурузные палочки прокрутили через блендер здесь у меня 150 грамм кукурузных палочек это одна упаковка добавляем сгущенку нам нужно получить такую массу чтобы можно было из них лепить шарики мешаем посмотрим получаются ли шарики в принципе получаются но я бы еще добавила немножко сгущенки значит у меня ушло одна банка сгущенки и сейчас чуть-чуть добавлю еще где-то две столовые ложки может быть 3 все этого хватит значит одна банка сгущенки здесь где-то 360 грамм плюс добавила три столовые ложки мешать легче руками потому что ложкой тут не получится видно теперь нам надо сформировать из них шарик но внутрь будем класть миндаль 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 я предварительно замочила в горячей воде на несколько минут и так пленка сходит лучше теперь формируем и шарик вот такой вот шарик делаем сначала шарики и и и и и и и и Дальше просто обвалять кокосовые стружки. Вот так вот. Если вы любите кокосовую стружку, чтобы было очень много, можно просто вот ее смочить руку и слегка увлажнить еще больше, чтобы прилипло больше кокосовой стружки. Но я не очень люблю, когда их много, поэтому вот для меня вот этот вот достаточно. Вот так вот. Вот так вот. Посмотрим, как она выглядит внутри. Вот наш миндаль. Значит, напоминаю, ушло у меня 150 грамм, ну, одна упаковка маленькая получается, кукурузных палочек. Дальше ушла одна баночка сгущённого молока плюс 3 столовые ложки. Можно обойтись и одной баночкой, если нет лишнего. Миндаль. Ну, сколько у вас шариков, столько и миндаля получится. Или сколько миндаля делайте, столько шариков размером побольше, поменьше на глаз. Плюс кокосовая стружка. Кокосовая стружка у меня там была в упаковке 40 грамм, но у меня осталось еще немного, где-то 10 грамм осталось. В итоге где-то 30 грамм кокосовой стружки. Все. Надеюсь, вам все понравилось. Всех люблю, всех целую. Пока-пока.